Добрый день, друзья! Сегодня 22 апреля 2020 год, и я сажаю небольшой карликовый сад на подвое P60. Вот такой у нас подвойчик. Наиболее зарекомендовавшие и хорошо себя сорта у нас здесь будут представлены. И это будет такой демонстрационный участок. Вот этот первый саженец мы посадили, это сорт Антей. Сейчас покажу вам яблочко этого сорта. Вот такие яблоки у Антей. Он хранится, видите, до 22 апреля он сохранился. Хороший у него вкус, мне очень нравится. На 22 число сочное, очень приятный вкус. Сорт Антей. Вот это будет у нас первое дерево в посадке. Потом мы сажаем также имант у нас будет. Сейчас я вам покажу яблочко тоже. Вот такое яблочко, это имант. Он, конечно, лучше сохранился, чем Антей. Яблоко такое жесткое. Яблоко иманта на 22 число. Очень еще плотное, сочное, сладкое. Сорт, который хранится хорошо до мая месяца. И, в принципе, из зимних сортов он вполне удачный. Потом также у нас будет еще сорта Олеся, естественно. Тоже очень хороший зимний сорт. Белорусская сладкая. Белорусская сладкая обязательно. Вот саженец на подвое П60. Корневая компактная, очень разветвленная, хорошая. Сам подвой такой толстенький. Я думаю, что эти деревья будут давать хороший урожай. Это будет демонстрационный участок. Сам подвой П60, он достаточно такой адаптивный оказался. Хорошие на нем вырастают саженцы. Хорошо он приживается достаточно. Ну и, естественно, что для карликового подвоя нужен полив. Здесь мы будем устанавливать капельный полив. Под эти деревья они посажены будут через один метр. Достаточно плотно. Формировка, конечно, будет веретено. И будет шпалера. На второй, на третий год уже будет первый урожай. Будут вот такие яблочки. Антей, Имант, память Сикоры, белорусская сладкая, лучезарная посадим. Память и Сюбаровой. Итак, друзья, сегодня 17 июня. Наши саженцы карликовые хорошо прижились. 100% приживаемость. Выросло много веточек на них. Но у нас есть угроза того, что наш проводник перестанет расти вверх. Из-за того, что большая нагрузка ветками. Поэтому нам сейчас нужно будет их обрезать. Самая главная задача в этом году для нас это вырастить проводник. И не дать ему перестать расти. Поэтому будем сейчас обрезать все лишние ветки. И оставим только один прирост. Друзья, сегодня 12 октября. 2022 год. Прошло уже 2 года с того момента, когда я сажал деревья на карликовом подвое П-60. Сейчас уже идет третий год. И на третий год есть у нас урожай на некоторых сортах яблони. Это сорт Имант. На 12 октября уже яблоки, в принципе, можно снимать у сорта Имант. Видите, они уже не так крепко держатся. Яблоко очень красивое. Хорошо окрашенное. Думаю, что это как раз результат того, что они на карликовом подвое. И то, что такая формировка. А формировка у нас веретено. Яблочки находятся все на солнышке. И, естественно, они хорошо окрашиваются. Яблоко выровненное, красивое, крупное. Ну, где-то около 200 грамм, может быть, даже побольше. Урожайность хорошая. У нас только сорт Анты яблоки не дал. Но здесь сорт не виноват. Скорее всего, я был виноват. Потому что в прошлом году на нем были завязи. Но в этом году у нас хорошо дал сорт Имант. Белорусская сладкая. Были яблоки. Олеся. Олеся, в принципе, на 12 октября тоже уже можно снимать. Сейчас я сниму. Тут было побольше яблочек. Птицы поклевали. Вот одно еще осталось. Это Олеся. Пожалуйста. Очень, кстати, хороший сорт Олеся. Здесь у нас еще, пожалуйста, память Сикоры. Тоже на этом подвое. Получается, от посадки на третий год урожай. Урожай хороший. Память Сикоры, наверное, более... Память Сикоры получается у нас самый урожайный сорт. Яблоки на подвое П-60. Не мелкие. Очень даже не мелкие. Хороший размер. Вот эти, например, даже, я думаю, грамм 200 у них наберется. Они потому что тяжелые яблоки у памяти Сикоры. Бывают такие легкие. У яблок, например, орловим. Яблоки такие как бы воздушные, легкие. А эти прям кирпичные. Очень тяжелые. Память Сикоры. Яблони на этом подвое, в принципе, очень удобно формировать. Приросты небольшие. Хотя, конечно, вот деревья, которые без урожая, там приросты приличные есть. Но дело здесь не в приростах. Здесь скороплодность. Есть возможность полива, подкормки деревьев. И, конечно, они хорошо отзываются на это. У меня была попытка сделать саженцы Книгбаум. Я их коротко обрезал в первый год. Но потом я недооценил саму важность того факта, что поливать надо их. У меня не получился такой прям Книгбаум, который классический. Но будем, конечно, еще учиться. Будем оттачивать эту технологию. Получилась такая картина. Я посадил саженцы сразу в сад однолетние. Однолетние саженцы в сад лучше не сажать. Хотя, конечно, можно. Вот, пожалуйста, результат. Но эта практика показала, что лучше сажать двухлетние саженцы. Об этом, может быть, потом я еще расскажу. Потом я вырастил один год прирост на саженцах. Его укоротил. Здесь само по себе укорачивание было моей ошибкой. Потом у нас еще один год вырос. Два года. И на третий год уже яблоки. Наверху у нас яблок нету. Завязи осыпались. Осталось только внизу. Потому что нагрузка для такого дерева, в принципе, уже была большая. То, что касается вот этих конкурентов, которые я вам показывал в предыдущих видео. Видите, оказалось, что лучше всего их пригибать. Не обрезаем, как я вот здесь сделал. Не прищипываем. Ничего подобного не нужно делать. Надо просто их пригнуть. Получается у нас отличные ветки, которые будут плодоносить, давать хороший урожай. У них хороший наклон. И отличный у нас, пожалуйста, проводник, который у нас вырос. Он крепкий, сильный. И в результате у нас отличное дерево. То, что у нас вот в этом месте есть оголение, это вообще не страшно. Вот если у вас такая же ситуация, не переживайте. Если свет попадает на ствол, то там обязательно что-нибудь вырастет. Пустого места не будет на дереве. И даже если оно в этом году у нас было, это не значит, что у нас нет яблок. Видите, яблоки есть. Все хорошо. Выращиваем мы саженцы тоже на этом подвое. Пожалуйста, если кто-то хочет попробовать, если кому-то это интересно, вы хотите получать хорошие урожаи, удобные деревья для обрезки и обработки, пожалуйста, сажайте. Я вам подскажу. Проконсультирую по обрезке, по посадке. Какие сорта посадить, как выращивать, какие сделать опоры. Небольшой опыт у меня уже есть. Поэтому, друзья, обращайтесь. Обязательно помогу, подскажу. Вот. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok